Воскресенье Христово в Иерусалиме Храма Русской Православной Церкви, в том числе и в Рязанской епархии. Престольным этот праздник является и для прихожан строящегося храма в микрорайоне Недостоева. Проект новой церкви скоро будет завершен. То, как она будет выглядеть, уже известно. Главный архитектор епархии, отец Константин Камышенов, предложил вариант небольшого двухэтажного каменного храма с двумя пределами. Отец Виктор, являясь клириком Преображенского храма в Канищево, священнослужители которого окормляют людей, живущих в этом микрорайоне и в Недостоево, часто приезжая на требы, совершал погребения на кладбище в селе. И по дороге на Некрополь люди просили остановиться и почтить место, на котором раньше в Недостоево стоял храм. В Рязанском архиве сохранилось несколько фотографий здания и внутреннего убранства. Храм, построенный в 1837 году к началу 20 века, предстал в рассвете своего величия и благолепия. В 1936 году храм был закрыт и, естественно, что разорен, разрушенный. Более месяца назад архиепископ Рязанский Касимовский Павел совершил чин освящения земли под строительство. Пока на месте будущего храма стоит деревянный крест. Но пока сегодня решается вопрос в администрации города о передаче земли в аренду или бессрочное пользование, настоятелям и приходской общиной было принято решение начать строительство временного храма, который, как планируется, будет возведен в ближайшие два месяца. Когда начнется полноценная литургическая жизнь прихода, можно будет приступать и к возведению основного храма. В Рязанском районе в селе Дядьково состоялось торжественное открытие и освящение памятника святителю Василию Рязанскому. Этот цветок считается небесным покровителем нашего города и людей, живущих в нем. Памятник святителю Василию – это доказательство того, что люди и сегодня помнят о тех великих деяниях, которые совершал этот человек, обративший веру тех, кто из поколения в поколение живет на Рязанской земле. Идея поставить в Дядьково памятник на центральной площади, именуемой Малиновой, появилась два года назад. Началось все с обращения жителей к правящему архиерею, в котором они просили благословения и участия в деле возведения православного храма. Однако это оказалось невозможным, из-за того, что места под строительство было слишком мало. Впоследствии появилось предложение возвести часовню, но и от этой идеи пришлось отказаться, так как под строительство было определено другое место. Тогда жители предложили поставить на площади памятник покровителю всей Рязанской земли – святителю Василию. Такое благое начинание было с радостью одобрено и поддержано правящим архиереем. Пока шло строительство этого памятника, ни один человек, даже с многоэтажек приходили, никто не говорил, что здесь это место не предназначено для этого, здесь он не смотрится, ничего подобного. Все буквально не было таких людей, которые были против. В памятнике есть напоминание о том святом, который изображен, о его жизни, и призыв следовать его пути, следовать пути этого святого, подражать ему и вести духовную жизнь. И для конкретного памяти о том, чтобы построить в честь него здесь храм, приличный, хороший храм. Решение поставить памятник было принято, однако найти художника-скульптора оказалось сложно. Ведь перед автором стояла сложная задача – показать в облике святителя его значимость, предназначение и духовную силу. Художнику-скульптору Ашоту Гаргалаяну это удалось. Высота памятника – 2,5 метра, вместе с постаментом не более пяти. Взор святителя направлен в сторону города, покровителем которого он считается с XIII века. В руке он держит одну из наиболее почитаемых святынь – Муромскую икону Богородицы. С ней святитель прибыл в Рязань. Созданным автором образе Василий Рязанский словно застыл в момент своего пути. Как говорится в его жизнеописании, путешествие по воде явилось чудом и неоспоримым фактом святости этого человека. Святитель Василий приплыл из Мурома по реке против течения на своей епископской мантии. Путь был тяжелым, но именно благодаря своей вере он показал встречающим его людям пример сильного духом человека, обратив в православие множество язычников. В памятник меня обратились с прошлого года, до Нового года. Я начал заниматься портретом, изучал его биографию. Потом комиссия пришла, посмотрела, дали добро. И после этого я начал уже лепить на весь рост. Конечно, я волновался немножко. Действительно, он добрым человеком. Его доброе дело и это все продолжается. Еще при жизни святителя Василия считали праведным и благочестивым мужем. Задолго до того, как в начале 17 века были открыты его мощи, рязанцы чтили его память и называли своим заступником, помощником в скорбях и напастях. Несмотря на большое многовековое почитание, в честь святителя Василия в нашем городе до сих пор нет освященных храмов. Сегодня идет строительство двух, но почтить его память люди приходили в главный собор города, где под спудом у алтаря хранятся святые останки святителя. Теперь же после освящения памятника у рязанцев появилось еще одно место для поклонения. Дядькова практически черта города, поэтому добраться сюда несложно. Возведение памятника, по словам жителей, только начало большой работы по облагораживанию центральной территории. Если будет получено благословение правящего владыки, то совсем скоро перед площадью появится аллея, ведущая в город, а на всей ее протяженности будут установлены небольшие скульптурные изображения других святых рязанской земли. В этом году архиерейский собор русской православной церкви принял новое положение о богослужебно-иерархических наградах для поощрения духовенства и монашествующих за понесенные труды и заслуги перед православием. При этом особыми знаками отличия могут наделяться и некоторые храмы. Так, указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла особой наградой удостоился Рязанский кафедральный собор. Богослужебно-иерархическими наградами поощряются архиереи и клирики русской православной церкви. Вручаются они священнослужителям по выслуге лет и за различные заслуги, от многолетнего пастырского служения и активных просветительских трудов до восстановления храмов и монастырей. Это своеобразная форма поощрения усердных служителей церкви. Наградами могут быть повышения в сане, особые элементы литургического облачения, отличия при совершении богослужений. У них есть своя градация и вручаются они в строгой последовательности. А устав о наградах имеет довольно долгую историю. Устав о богослужебных наградах был принят при императоре Павле I, где указывалось о том, что священники, достигшие определенной добродетели в церкви имеют особое благоволение у правительствующего синода и у императора. Таким образом, было положено начало награждения. Но если мы с вами обратимся еще назад в историю, то мы увидим, как византийские императоры таким образом отличали митрополитов, таким образом отличали архиереев особым по своим знаком. Некоторые богослужебно-иерархические награды производятся указом епархиального архиерея, но большинством из них удостаивает святейший патриарх. Для священников высшей наградой является право служения литургии с отверстыми царскими вратами по Отче наш. Раньше ею награждали только самых заслуженных священнослужителей с многолетним священническим стажем. Но согласно новому положению о богослужебно-иерархических наградах, такое право может быть присвоено не только отдельному клирику, но и непосредственно храму или монастырю. С решением священно-архиерейского собора в 2004 году и подтверждением этого решения в 2011 году этим правом могут удостоены быть кафедральные соборы крупных городов, а также монастыри, которые удостоены особой милости святейшего патриарха. Рязанские кафедральные Успенские и Христорождественские соборы особым указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла недавно были удостоены права совершения в них литургии с отверстными царскими вратами по молитву «Отче наш». И теперь царские врата в этих храмах будут открыты во время служения каждой литургии, независимо от того, совершает ли ее епископ и романах или простой иерей. Прежде такой высокой наградой были удостоены очень немногие соборы Русской Православной Церкви. 27 сентября Православная Церковь отмечала Всемирное Торжество – Воздвижение Креста Господня. Это второй по счету праздник в цикле двундесятых церковных торжеств, то есть двенадцати главных в году. В основном все они отражают события, не выходящие за пределы евангельского круга, в то время как Воздвижение Креста вспоминается то, что произошло значительно позднее. Этот праздник был установлен в IV веке в ознаменовании обретения Креста, на котором был распят Иисус Христос. В этом празднике Крест прославляется как орудие Победы Спасителя над грехом и смертью. В нашем городе не так много храмов, освященных в честь Воздвижения Креста Господня. Один из них – Дашково-Песочне. Сюда на престольное торжество приехал архиепископ Рязанский и Косиновский Павел. Правящий архиерей возглавил праздничное богослужение. Несмотря на то, что Крестовоздвиженская церковь была освящена в марте этого года, приход очень большой. Как оказалось, людей, нуждающихся в духовной поддержке, в этом микрорайоне много. Крестовоздвиженский храм является частью большого будущего храмового комплекса. В скором времени здесь появится духовный центр, который будет вести серьезную просветительскую деятельность. Планируется открытие мастерских, столовой для бедных и воскресной школы для людей любого возраста. Центр станет средоточием всего, что составляет в наше время полноту церковной жизни. Под сводами храма престольный праздник в честь воздвижения Креста Господня собрал многих верующих Рязани. Это единственное торжество, получившее начало одновременно с самим событием, которому оно посвящено. Происхождение праздника связано с торжеством христианства во времена правления Константина Великого в IV веке. Точная дата обретения Креста неизвестна. После воскресения Христова он был утерян, а места, связанные с жизнью Иисуса Христа, и вовсе преданы забвению. Однако мать Константина Великого, святая, равнопостольная и царица Елена, отправилась в Иерусалим с целью обрести величайшую святыню христианства. Ее обретение было делом нелегким. После поисков места из недр земли были извлечены несколько крестов, но определить, на каком из них действительно пострадал Спаситель, было невозможно. Определен он был благодаря совершенному от истинного креста чуду. Для того, чтобы мы все могли убедиться, что крест, это событие реальное, вот реальный крест, на котором действительно был распятый Господь, что эти события произошли истинно и не ложно, этот крест Патриарх вместе с царицей Еленой несколько раз поднимал над собравшимся, чтобы все его увидели. И все люди ликовали, потому что крест является основой нашего спасения, радости и счастья. На первых порах воздвижение креста Господне считалось только местным праздником Иерусалимской церкви, но очень скоро он распространился по другим церквам, особенно в тех местах, которые владели частью Желтворящего Древа, а таких мест было немало, не исключение и наша страна. Если мы внимательно обратим внимание на все, что связано со крестом Христовым, то мы можем увидеть очень много и примеров для назидания, и примеров для того, чтобы мы не допустили ошибок, которые совершают люди, видя Животворящий крест Господень. Сегодня никого не оставляет равнодушным крест Христов. Церковь, обращаясь ко всем верующим, говорит, что сегодня воссияла радость всему миру через крест Христов. В церковном понимании путь христианина это путь креста и подвига, смирения и аскезы. Когда верующий человек имеет перед собой образ креста, осеняется крестным знаменем, то, во-первых, он напоминает себе, что христианин призван следовать дорогой смирения, с готовностью переносить скорби и потери за исповедание веры. Во-вторых, он укрепляется силой креста, силой Святого Духа для борьбы со злом в самом себе и в мире. И, в-третьих, он свидетельствует, что ожидает явления Божьей славы и Второго пришествия в себе и в мире. В Рязани объявлен конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». Его итоги намечены на январь 2012 года. Организован он в рамках 20-х международных образовательных рождественских чтений. В первую очередь конкурс нацелен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, призван приобщать молодежь к православной культуре и выявлять новые таланты. Конкурс пройдет в два этапа. Первый – на епархиальном уровне. В отдел образования и катехизации Рязанской епархии дети будут приносить свои работы до 1 ноября. Затем лучшие из них будут направлены в Москву, где пройдет второй этап. Рисунки победителей, отобранные жюри, будут выставляться на выставке при проведении рождественских образовательных чтений. Конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» занял прочное место в общественной и культурной жизни страны. Он стал традиционным и заметным ежегодным событием в сфере воспитания подрастающего поколения. В рамках рождественских чтений он проводится уже в седьмой раз. Конкурс стал неотъемлемой частью решения большой педагогической задачи, в которой участвуют церковь и государство, представители науки и искусства, педагоги, все, кто ясно осознает, что только воспитание детей патриотами сделает нашу страну сильной и процветающей. Рисунки детские, они и нас, взрослых, удивляют, восхищают. Дети действительно отражают красоту Божьего мира, свое какое-то миросозерцание, может быть, даже иногда акцентируют внимание на тех деталях, на простых деталях окружающего мира, на которые мы не обращаем внимания. Рисунки, нужно сказать, всегда очень трудно отобрать. Вот второй год уже условия конкурса 15 рисунков, потому что, видимо, в Москве тоже в жюри находятся в растерянстве. Огромное количество работ, работ уникальных, на мой взгляд, потому что дети передают на бумагу, переносят на бумагу то, что они чувствуют из самого своего сердца. К участию в конкурсе приглашаются ребята из православных и воскресных школ, из-за студий и средних общеобразовательных учреждений. Конкурс проводится по нескольким номинациям. Изобразительное искусство основная тема в трех возрастных категориях – икона и эмлема конкурса. В этом году он дополнен новой номинацией «Роспись по фарфору». В своих работах участники в основном показывают все то, что окружают их в повседневной жизни. Семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях переносят на бумагу свое видение сотворенного Богом мира. Если по тем годам судить по прошлом, то дети принимают активное участие. Мы получали рисунки от двухсот до пятисот работ. В основном, конечно, дети любят тематику, принимают участие по номинации «Основная тематика». Очень много бывает работ по теме «Моя семья», «Мой любимый храм» и «Сюжеты родной природы». Работы подрастающего поколения всегда являются зримым свидетельством чистоты детского восприятия творения создателя. Своими рисунками дети подтверждают все то, что им дорого, что они любят, все светлое и прекрасное, что их окружают, и что они с такой искренностью, теплотой и любовью отражают в своем творчестве. Это дар Бога, красота Божьего мира. Еще один детский конкурс был объявлен в Рязани, посвящен он рукотворной книге «Мир православия глазами детей», организованной Рязанской областной детской библиотекой. Он проводится с благословения правящего архиереи и совместно с Рязанской епархией. В своих работах детям предлагается рассказать о традициях и укладе православной семьи, колокольном звоне, об истории монастырей и рязанских святых. К участию приглашены все учащиеся общеобразовательных и воскресных школ. Принести свои работы необходимо до 23 ноября в оргкомитет областной детской библиотеки. Когда будут подведены итоги, состоится торжественное награждение победителей. Народная мудрость гласит, золото добывают из земли, а знания из книги. Какую книгу читаем, такую информацию получаем. Благодаря книге человек развивается, имеет способность к аналитике, к восприятию информации, сохранять и передавать ее. Проведение конкурса «Мир православия глазами детей» направлено на популяризацию чтения. Оно является частью национальной и культурной традиции, способной содействовать воспитанию правильного мышления детей и подростков. Оформление и написание книг своими руками призвано стимулировать подрастающее поколение к творчеству, проявляя свои духовные способности. Мы надеемся, что откликнутся школы, откликнутся преподаватели, откликнутся директора школ, зам директоров по воспитательной работе, потому что идея благая, хорошая идея. Тем более, что как бы задумываясь о том, что читают наши дети, хотелось бы, чтобы и в их репертуаре чтения присутствовала такая литература. Если они будут читать хорошие, добрые книги, то все у нас в стороне будет в порядке. Что дети к творчеству живет, но здесь опять же высока роль тех воспитателей, помощников, директоров, которые напомнят, найдут время, укажут, дадут материалы, купят какой-то альбом, в который можно вклеивать уже свои фотографии, писать свои тексты. Конечно, должны взрослые помогать. Жалко тех взрослых, которые сами, будучи людьми нетворческими, еще и лишают возможности творчества тех детей, которые доверены их руководству. Я думаю, что не такие руководители обязательно обратят внимание на этот конкурс и помогут своим воспитанникам, учащимся, поучаствовать в нем. Развитие преемственности национальных традиций заключается в чтении духовной литературы, а это важная часть нравственного, патриотического и даже эстетического воспитания молодежи. Современная православная книга — это не только Евангелие и творение святых отцов. Когда вокруг столько интересной и яркой информации, нужно находить новые способы достучаться до широкой аудитории, чтобы люди не потеряли интереса к печатному слову, слово, которое заставляет думать и воспитывать человеческую душу. Просвещение и приобщение подрастающего поколения к традициям русской духовной культуры — именно такую глобальную задачу и поставил перед собой Оргкомитет, решая провести впервые конкурс «Мир православия глазами детей» в Рязани. Как можно больше детей заинтересовалось бы жизнью святого, возможностью в книжке самодельной отразить свою церковную жизнь или размышления о истине. Ведь в детях по преимуществу эти мысли бродят. Неизвестно, куда они выбредут под влиянием средств массовой информации и разрушительных книг, которых тоже немало. Но их обращение к такого рода книгам, которые поощряются в этом конкурсе, несомненно, будет служить к созданию их самих. Мы не ставим задачу, что это будет чисто рукописная книга. То есть мы живем в современное время, в современный век, когда и компьютерные технологии шагнули далеко вперед. То есть это могут быть и отсканированные картины какие-то, и набранный текст на компьютере при присутствии, опять-таки, рукописного творчества. То есть что это будет, как далеко шагнет фантазии наших детей, сейчас предвосхитить это. Пока еще рано, но думаю, что работы будут интересны. Даже вообще первые шаги, какие бы они ни были, уже благое дело, хорошее. Условия конкурса просты. Необходимо предоставить работы, выполненные в форме книжных или журнальных изданий, а также в виде альбомов. Техника исполнения приветствуется любая. Посвящены работы могут быть различным сторонам православной жизни, изучению закона Божьего, истории церкви, семейным православным традициям и праздникам. Темы свободны, однако, приветствуются художественные, краеведческие, научные или миссионерские. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Оцениваться книги будут как по стилю оформления, так и по тематике содержания. Лучшие будут предложены в публикациях православных изданиях Рязани. 30 сентября православная церковь праздновала память мучениц веры, надежды, любви и матери Софии. Святые сестры жили вместе с матерью в Италии и пострадали за исповедование христианства во времена правления императора Адриана. День их памяти был некогда днем именин блаженной любови Рязанской, мощи которой покоятся в Никологимском храме Рязани. По преданию, святая София была благочестивой вдовой, на попечении которой остались три дочери. Они носили имена трех главных христианских добродетелей веры, надежды и любви. Не только своими именами, но и благочестивой жизнью все семейство прославляло Христа, несмотря на то, что в это время христиане были гонимы. Когда об их вере стало известно императору Адриану, он сначала посулами, а потом и угрозами призывал их принести жертву языческой богине Артемиде. Но сестры были непреклонны в своей вере. За это их предали мучением, а затем обезглавили. Тела дочерей отдали матери, которая, похоронив их, скончалась на третий день после смерти мучениц. Дело в том, что девочки это были дети абсолютные. И они нам показали стойкость веры такой, которую, может быть, и не видывал мир никогда. И мы все знаем, что вере было 12, надежде 10, а любовь 9 лет. И, соответственно, они выдержали такие страдания, которые не вынесли бы даже воины взрослые, потому что мучения были страшные. Они нам преподали пример, как человек, живя с молитвой к Господу, может перенести многое. Блаженная любовь Рязанская, которую особенно чтят рязанцы, в день своего крещения была наречена любовью в честь одной из трех римских мучениц. И день памяти святых веры, надежды и любви и матери их Софии был днем ее святых именин. Поэтому в Рязани сложилась традиция 30 сентября поминать блаженную Любушку, мощи которой сегодня покоятся в Николаемском храме. Традиция эта появилась задолго до прославления любови Рязанской как святой. И на Скорпященском кладбище всегда собиралось очень большое количество людей, ставили свечи. И даже трудно сказать с какого это дня началось, может быть, даже с момента, когда она приставилась в 2020 году. Ну, соответственно, в 1998 году, когда были мощи перенесены в наш храм, люди стали приходить именно в этот день сюда, почтить ее память. То есть вечером у нас была обденная служба совершенная, мощи открыты были. И сейчас мы мощи вот открыли, люди подходят прикладываются. И традиция эта сохраняется. Так же, как и святые мученицы, вера, надежда, любовь и Матери Хсофии, Блаженная Любовь Рязанская непреклонно исповедовала православную веру в годы, когда христиане в России подвергались гонениям. Так же, как и мученицы древности, она приставилась с именем Христа на устах. И сегодня верующие рязанцы почитают ее память так же благоговейно, как память римских мучениц почитает вся церковь. На этом мы заканчиваем нашу программу. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok